Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про 10 основных признаков того, что роды скоро к вам придут, или по-другому их называют предвестники родов. В самом начале беременности, или даже в период планирования беременности, самый больной вопрос – это первые признаки беременности. А в конце точно так же возникают вопросы относительно того, как скоро придут роды. То есть, каким образом можно понять, что скоро роды придут? Примерно за месяц до родов, наверное, начинается вот эта вот тема такая, которая не дает спокойно спать. А как скоро я рожу? А может быть, я уже вот рожаю? Ой, кажется, я рожаю. Ой, а может быть, нет. Существует ряд признаков, которые указывают на то, что роды скоро придут. Но очень важно понимать, что отсутствие этих признаков не говорит о том, что роды не скоро. И также присутствие подобных признаков, оно не гарантирует того, что через энное количество времени наступит час икс. Надо понимать, что все это относительно, что у каждого организм разный. Но при этом можно просто иметь в виду, что есть такие признаки, предвестники, которые могут вас преследовать на последних неделях беременности. Так, самый, наверное, популярный признак – это опущение живота. У первородящих живот опускается за 2-4 недели до родов, а у повторно родящих женщин живот опускается за день, два, несколько дней до родов. Опять же, все это относительно, и это не значит, что если у вас, очевидно, опустился живот, то через 2-4 недели вы обязательно родите. Может быть, вы родите раньше, может быть, вы родите позже. Но почему, собственно, опускается живот? Дело в том, что ребенок, предлежащий частью, опускается в таз. Опущенный живот заметен не у всех, потому что, опять же, зависит очень много от массы тела. То есть, если женщина плотного телосложения, то будет не так легко заметить, что живот опустился, хотя она будет смотреть на себя в зеркало каждый день, утром, вечером, днем и ночью, для того, чтобы посмотреть, а не опустился ли, ой, кажется, опустился, а может быть, не опустился, не знаю. Как проверить, опустился живот или нет? Если между грудью и началом живота умещается ладошка или какая-то часть ладошки, то это говорит о том, что живот уже опущенный, или же он опускается. И, опять же, важно помнить о том, что анатомия женского тела тоже здесь играет немаловажную роль. Вернее, у любой женщины можно именно таким способом проверить, опущен живот или нет. Опущенный живот влечет за собой еще несколько вещей. Женщина замечает, что ей становится легче дышать, потому что матка не давит больше ни на диафрагму. Также замечает женщина, что у нее исчезает изжога, как правило, но бывает такое, что не исчезает. Опять же, в связи с тем, что матка перестает давить на желудок, ощутимо становится желание частого мочеспускания. И, конечно, всем нам знакомы прострелы. У кого-то их нет, но мне как никому знакомы прострелы, когда ребенок задевает нервы, и это боль в паху, в ногах, в нижней части живота, такие сильные-сильные приступы, знаете, стреляющие боли, когда ребенок активно шевелит предлежащей частью. Третий признак – послабление стула. С чем это связано? Чем ближе роды, тем более активно организм подготавливается к тому, чтобы вытолкнуть из себя ребеночка. Наш организм вырабатывает определенные гормоны. Например, гормон окситоцин, который вводят для того, чтобы стимулировать родовую деятельность, он выделяется в нашем организме для того, чтобы активнее сокращалась матка. Но также есть гормоны, которые называются просто галандины. И что делают они? Они расслабляют мышцы. Этот гормон выделяется в нашем организме, и также этот гормон содержится в мужской сперме. Этот гормон размягчает шею куматки для того, чтобы она раскрывалась. И также этот гормон воздействует на желудочно-кишечный тракт. И в связи с этим организм женщины, как это называют, очищается перед родами для того, чтобы, во-первых, легче было родить. То есть это все природой задумано, это не просто так происходит. И, соответственно, в связи с этим, мало того, что ребеночек давит на прямую кишку, плюс еще и гормон, который расслабляет все материи у нас в желудочно-кишечном тракте. В связи с этим наблюдается ослабление стула. Четвертый признак, следующий за, опять же, послаблением стула, это уменьшение веса. Организм самопроизвольно начинает очищаться. И в связи с этим женщина перед родами может потерять килограмм-полтора в весе. Пугаться этого не нужно, потому что это не значит, что ваш ребеночек резко убавил весе. Дело в том, что вы либо вообще перестаете набирать весе, либо вы убавляете весе. Это нормально, это правильно и так должно быть. Далее, пятый признак – это отхождение слизистой пробки. Это самый, на мой взгляд, очевидный признак того, что роды уже вот-вот придут, потому что слизистая пробка, которая в течение 9-10 месяцев защищала малыша от всех инфекций, защищала его от воздействия внешних факторов, она начинает отходить. Отойти она может разом, предварительно уже, непосредственно перед самими родами. Может отходить в течение нескольких дней, по чуть-чуть. Выглядит эта пробка как слизь прозрачная, может быть, с прожилками крови. У кого-то она отходит совсем по чуть-чуть, с походами в туалет или в душе, или еще как-то. Но, как правило, женщина обращает внимание на то, что пробка отходит. И если отходит пробка, то, значит, роды придут уже через день, 2 или 3, не больше. Шестой признак – это изменение аппетита. Как правило, женщина ощущает резкое снижение аппетита. Но бывает такое, что наоборот, она не ощущает никакого снижения аппетита, и она ест так же, как и прежде за двоих. Но вообще достаточно часто явление, что женщина перестает ходить, кушать, у нее появляется тошнота. Возможно, в некоторых случаях рвота. И опять же, все это можно связать с выделением гормонов, с гормональными нарушениями, сбоями, перестройками. Называйте, как хотите. Но в любом случае замечается такое явление, как тошнота, отсутствие аппетита. И, в принципе, если вы почувствуете, что вас смутит, не нужно налегать на еду, думая, что ребеночек голодный. Нет. Если вы действительно это чувствуете на самых последних неделях, то доверьтесь организму и дайте организму очиститься, освободиться. Тем самым вам будет легче рожать. Седьмой признак и самый, наверное, распространенный – это тренировочные схватки, ложные схватки, схватки Брекстона и Хиггса. Они появляются примерно за 2-3 недели до родов. И что они собой представляют? Ложные сокращения матки, которые нерегулярные, интервал между которыми не сокращается, а боль не нарастает. Да и вообще, как правило, тренировочные схватки, они безболезненные чаще всего, но бывает такое, что боль ощутимая, как примесячная. Такие схватки многие роженицы путают с настоящими схватками. Сразу едут в роддом, подрываются, что ой-ой-ой, я рожаю. Но в роддоме, если их вдруг осматривают, им говорят, что нет, мадам, гуляйте, нахаживайте, и вы пока не в родах. Очень частая ситуация, которая встречается везде. Восьмой признак – это изменение активности плода. Мало того, что ребеночек уже достаточно большой, ему совсем некомфортно шевелиться в животе, в матке. Плюс он занял уже, как я говорила, стартовую позицию, опустившись в таз. Помимо этого, ребеночек затихает. В мире, в принципе, не пришли к единому мнению, почему это происходит. Очень многие считают, что, в принципе, так происходит, потому что природа так задумала, малыш затихает, набирается сил, и он дает маме почувствовать свой организм несколько лучше, чем обычно. То есть дает маме возможность прислушаться к своему организму. Изменение активности плода – это не значит, что ребеночек затихает совсем. Он затихает, его шевеления становятся редкими, но при этом, когда он шевелится, вы очень хорошо это чувствуете. Ощущение очень сильных толчков, как будто бы взрослый человек кулаками толкается, а не маленький малыш. То есть это, безусловно, может почувствовать любая женщина, заметить изменение активности. И, как правило, это случается повсеместно, но, опять же, бывает исключение. Девятый признак – это, опять же, ухудшение эмоциональной устойчивости, это изменение настроения постоянное. Связаны эти явления, опять же, с нейроэндокринными процессами в голове беременной женщины, потому что в нашем мозге тоже происходит очень много разных процессов, которые настраивают организм на то, чтобы роды произошли. Наблюдается куча всяких признаков. Мало того, что женщины переживают перед родами, даже если ей кажется, что она просто спокойно, как удав, все равно ее организм переживает, все равно ее организм очень нервничает перед появлением малыша. И последний, десятый признак скорых родов – это нарушение сна. Но, знаете, признак относительный, потому что нарушение сна можно наблюдать, я не знаю, мне кажется, с 30-й недели, потому что неудобно спать, частые пазы его в туалет, малыш пинается, тренировочные схватки, кстати, тренировочные схватки, они чаще, конечно, приходят в ночное время, не знаю, с чем это связано, но у меня это точно так, у меня они приходят чаще ночью, днем, почему-то я их плохо ощущаю. Далее, опять же, желание поесть, желание попить, просто волнение. Ну, в общем, со сном очень-очень много проблем у всех, мне кажется, беременных. Едва ли вы найдете беременную, которая чувствует себя 100% комфортно. Я, как никто другой, понимаю, что такое ожидание, появление малыша, ожидание родов. Я просто, вы не представляете, до какой степени мне хочется скорее увидеть свою дочку, и как мне хочется скорее уже родить. И я понимаю, что вот эти все предвестники, я уже их иногда начинаю искать в себе просто вот на пустом месте. Мне кажется, ой, прихватило, ой, у меня, кажется, тошнит, ой, у меня там то, у меня там все. И думаю, ой, скоро рожу, все. Но нет. На самом деле, это все, наверное, уже наш беременный мозг, который так или иначе начинает бредить немножко. И это самовнушение, паранойя и тому подобные вещи. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным, и уже совсем-совсем скоро я рожу. Это просто неизбежно. И с каждым днем час икс все ближе и ближе. Но, в общем-то, да, жду, жду родов. Желаю всем легких родов и, конечно, здоровых малышей. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока-пока.